Итак, ПИКТРИСЕЙ в толковом словаре онколога «Что, где, кому». Итак, давайте разберёмся с терминологией. ПИТРИКЕЙ – пасфатидил инозитол трикиназа. Тот, кто это запомнит и научится выговаривать, уже может претендовать на, как минимум, возможность понимать, о чём идёт речь. Это почти дегентрапидемидин-дегидрогеназа, которую мы учили, когда появился капицинопин. Итак, это семейство ферментов, участвующих в регуляции важных клеточных процессов, таких как синтез белка, метаболизм, поживание клеток, пролиферация, ангиогенез и апоптос, то есть всё то, что обуславливает опухолевую прогрессию. На сегодняшний день существует три разных класса ПИТРИКЕЙ. ПИТРИКЕЙ класса 1, который нас прежде всего интересует. Это гетеродимер, состоящий из регуляторной и каталитической субъединиц, имеет два подкласса, 1А и 1Б, выделенные на основе функциональных и структурных биохимических различий. Гетеродимер класса 1А содержит изоформу каталитической субъединицы P110 и изоформу регуляторной субъединицы P85. А класс 1Б отличается тем, что имеет сходную структуру и функцию, но не имеет P85, связывающего домена. А ПИТРИКЕЙ, в отличие от ПИТРИКЕЯ, это ген, кодирующий синтез, интересующий нас ПИТРИКЕЙ каталитической субъединицы P110α. ПИТРИКЕЙ кинназа, ПИТРИКЕЙ, играет ключевую роль в патогенезе злокачественных новообразований и часто мутированно при различных опухолях. Накопленный опыт говорит о том, что нарушения в ПИТРИКЕЙ зависимом каскаде характерны для всех подтипов опухоли рака молочной железы, но наиболее часто это встречается при гормонопозитивном раке молочной железы. Помимо рака молочной железы, нарушения в этом пути активации опухоли выявлены и при раке эндометрии, и при раке толстого кишки, и при плоскоклеточном раке головы и шеи, раке шейки матки, мочевого патогенеза, то есть при всех почти известных нам наиболее часто встречающихся нозологических единиц. ПИТРИКЕЙ активирует деление клеток по КТ-зависимым и КТ-независимым путям. Активация ПИТРИКЕЙ зависимого каскада, особенно при мутации в гене эпиктрисей, стимулирует выживание и деление клеток, активирует рецепторы эстрогенов и снимает блок с комплекса циклин-1-CDK4-6. Все это участвует в формировании эндокринорезистентности, и поскольку мы с вами договорились, что чаще всего эти нарушения из всех подтипов рака малышей железы встречаются при гормонопозитивном, запуск этого каскада приводит к формированию гормонорезистентности и нечувствительности к проводимым стандартным вариантам эндокринной терапии. Как диагностировать эти мутации? Как выявлять мутации в гене эпиктрисеи? Возможно, это на опухолевом материале, полученном либо из архивных блоков, либо из биопсийного материала опухоли. И, возможно, при проведении ПЦР-диагностики определение, циркулирующее опухол ДНК в плазме, полученное при так называемой жидкостной биопсии. Определение мутации проводят методом ПЦР в реальном времени или НГС. Немножко отличаются два метода. На сегодняшний день чаще пока используется именно тканевой метод определения, поскольку предоставление архивных блоков или свежего опухолевого материала является более исполнимым и более доступным вариантом получения необходимой информации о наличии или отсутствии мутации в гене эпиктрисеи. На сегодняшний день, в принципе, хорошо изучены возможные варианты соматических мутаций в гене эпиктрисеи при раке молочной железы. Установлено, что наиболее часто мутации выявляются в 7, 9 и 20 экзонах. Также накопленный опыт говорит о том, что мутация гена эпиктрисеи обнаруживается уже на очень ранних стадиях в первичной опухоли и не меняется ее выявляемость, частота выявляемости в очагах метастазирования на более поздних стадиях, что позволяет нам уже, по сути дела, это пока точка спора, преткновения, когда тестировать рак молочной железы на наличие этой мутации, которая является корневой. Тем не менее, мы поэтому можем широко использовать для определения этой мутации архивный материал, полученный при первичной операции, поскольку, как было показано, не происходит ни потери этих мутаций при метастазировании, и нет данных о том, что чаще в метастазах, чем в первичной опухоли, выявляется мутация в гене эпиктрисеи. При гормонопозитивном раке молочной железы в 40% случаев устанавливается наличие этой мутации. Как я уже говорила, гиперактивация петрики из-зависимого каскада стимулирует эстрогенонезависимый рост гормонопозитивных клеток рака молочной железы и обуславливает гормонорезистентность опухоли возможным вариантом стандартной эндокринотерапии. Что же по своей сути мутация гена эпиктрисеи? До последнего времени мы получали все больше и больше доказательств того, что это мощный фактор прогноза, негативный фактор прогноза. Накопленный опыт проведенных исследований с изучением мутации эпиктрисеи показал, что наличие этой мутации определяет худшую общую выживаемость, время до прогрессирования, безрецидивную выживаемость при ранних формах рака молочной железы, а также определяет неэффективность или худшую эффективность при проведении стандартных режимов эндокринотерапии, не только моноэндокринотерапии, но и эндокринотерапии в комбинации с CDK4-6 ингибиторами и в комбинации с МТО-ингибиторами. Итак, какое же значение в лечении гормон позитивного статического рака молочной железы может для нас иметь выявление такой мутации? Как я уже сказала, это маркер неблагоприятного прогноза и предиктор более низкой эффективности проводимой терапии гормон позитивного и хербонегативного распространенного рака молочной железы. В принципе, эти мутации характерны для всех техпофопухолей, но, как я уже сказала, наиболее часто это встречается при гормон позитивном раке молочной железы. И поскольку появляется эта мутация на ранних этапах патоногенеза рака молочной, железы, она является достаточно стабильным биомаркером. Как я уже сказала, понимание того, что это мощный фактор негативного прогноза, стало очевидным. Но можно ли такую уникальную мишень попробовать использовать как мишень для воздействия на опухолевую прогрессию? И этой задаче было посвящено большое количество исследований. И возможность блокировки Питрикей каскада активации опухоли было изучено при использовании ряда препаратов. Одним из первых потенциально блокирующих этот путь активации опухоли препаратов был препарат МТОР, представитель МТОР-ингибитора, Эверолимус. Но важно понимать, что он работает достаточно низко в этой цепочке активации опухоли, поскольку блокирует только комплекс МТОР-С1. И блокировка пути Питрикей зависимого каскада определяет и специфическую токсичность, поскольку этот путь задействован в утилизации глюкозы. И блокировка этого пути приводит к нарушению захвата клетками глюкозы и происходит повышение уровня глюкозы в крови. То есть не сахарный диабет развивается, о чем мы долгое время спорили и не могли понять, а развивается просто лабораторный побочный эффект со всеми последствиями для организма, называемой гипергликемией. Как я уже говорила, Питрикей состоит из двух субъединиц, с каталитической и регуляторной, и на сегодняшний день из каталитических субъединиц известны альфа, бета, гамма и сигма. И хотелось, конечно же, идти по пути блокировки сразу всех субъединиц. И такие препараты были синтезированы. Это были первые пан-ингибиторы Питрикей, Буперлисиб и Пиктилисиб. Дальше был синтезирован препарат, блокирующий альфа, гамма и сигма, тасилисиб. И только последним, после того, как оказалось, что полная блокада всех этих субъединиц приводит к достаточно высокой токсичности, был синтезирован селективный ингибитор альфа-субъединицы Питрикей, альпилисиб. Итак, исследования ранее Питрикей ингибиторов канули в небытие, поскольку хоть и было продемонстрировано увеличение медианы времени до прогрессирования, но, к сожалению, токсичность и отсутствие влияния на общую выживаемость не позволили продвинуться дальше этой группе препаратов. А исследования с тасилисибом, несмотря на то, что этот препарат более селективно блокирует различные субъединицы каталитической Питрикей, оно было прекращено в связи с тоже высоким уровнем токсичности и невысокой клинической пользой. И дальше исследования пошли по пути селективного ингибирования альфа-каталитической субъединицы Питрикей и синтез препарата Альпилисиба, раньше он исследовался под названием Билл-719, получили наибольшее развитие и дали нам полное представление о возможностях клинической эффективности блокады альфа-субъединицы Питрикей, которая активируется при наличии специфических мутаций в гене Питрикей. Возможность селективно ингибировать только альфа-каталитическую субъединицу позволяет рассчитывать на меньшую токсичность и потенциально большую эффективность. Эффективность Альпилисиба была изучена в исследовании Солар-1, которое стало регистрационным для этого препарата, и год назад Альпилисиб в комбинации с Волвестрантом был одобрен для лечения больных гормон-позитивным раком молочной железы, у которых была установлена мутация в гене Питрикей. Результаты этого исследования продемонстрировали, первое, что комбинация Альпилисиба с Волвестрантом работает только при наличии мутации в гене Питрикей. И было показано, что назначение в когорте пациентов с доказанной мутацией Питрикей, комбинация Альпилисиба с Волвестрантом позволяет существенно увеличить, многократно увеличить выживаемость до прогрессирования, время до прогрессирования. Более того, эффект реализуется достаточно быстро, и кривые выживаемости расходятся уже после первой оценки эффективности лечения через 8 недель. И на протяжении, по меньшей мере, 28 месяцев наблюдения за больными демонстрирует стойкое увеличение времени до прогрессирования по сравнению с монотерапией у Волвестрантом. Под анализ этой когорты пациентов продемонстрировал, что комбинация Альпилисиба лучше, эффективнее, имеет наиболее выраженную эффективность у пациентов, и в том числе с висцеральными метастазами. Но наибольший эффект был продемонстрирован у пациентов, имеющих гормонорезистентность. Как ни странно, назначение комбинации Альпилисиба с Волвестрантом больным гормоночувствительным, имеющих либо поздний рецидив, либо прогрессирующих через год после окончания адювантной эндокринотерапии, различия в медиане времени до прогрессирования были несущественные. И именно поэтому эффективность комбинации у больных, демонстрирующих гормонорезистентность первичную или гормонорефрактерность, гормонорезистентность вторичную или первичную, или гормонорефрактерность, позволяет нам четко сформулировать группу пациентов, где использование ингибитора пиктрисей имеет наибольшее значение. Как вы видите, именно у пациентов с эндокринорезистентностью различия в медиане времени до прогрессирования, причем вне зависимости от линии назначения, первой или второй линии лечения, демонстрируют двукратное увеличение медианы времени до прогрессирования. На момент представления анализов и регистрации комбинации по показанию гормона рак молочной железы, прогрессирующей на предшествующей эндокринотерапии, медиана общей выживаемости была не достигнута, но наличие расхождения хвостов тревых позволяет нам предполагать, что в будущем при более зрелом анализе мы сможем увидеть различия и в медиане общей выживаемости, то есть имеем возможность увеличить и общую выживаемость этих больных. Аплесип стал первым ингибитором P3-кейс, доказанной клинической и статистически значимой эффективности, приемлемым управляемым профилем безопасности. У пациентов с доказанной мутацией P3-сей комбинация альпилесипа с фуллистрантом имела наибольший эффект у пациентов, демонстрирующих гормонорезистентность. Основными нежелательными явлениями были гиперликемия и сыпь. Лечение пришлось из-за этого прервать лишь 6% больных. И если рассмотреть альпилесип, можно ли его считать препаратом, имеющим свою популяцию, то есть рассматривать его как таргетный препарат, то, наверное, по критериям, отнести ли лечение к таргетному или нет, в котором, например, мы руководствуемся, определяем назначение эндокринной терапии для гормонопозитивного антихер-терапии при хер-2-позитивном раке молочной железы, мы можем смело сказать, что, продемонстрировав свое негативное прогностическое значение в отношении частоты объективных ответов времени до прогрессирования общей выживаемости и продемонстрировав свою эффективность только у пациентов с доказанными мутациями в гене ПИК-3СЕЙ, мы можем сказать, что алпелисип, ингибитор ПИК-3СЕЙ и фулвистрант являются на сегодняшний день ярким примером не просто таргетной терапии гормонопозитивного рака молочной железы, а ярким примером двойной таргетной терапии гормонопозитивного ПИК-3СЕЙ, мутированного рака молочной железы. Итак, на вопрос что? Что такое ПИК-3СЕЙ? Это ген, кодирующий синтез ПИК-каталитической субъединицы ПИ-110-Альфа. Где он определяется? Он определяется по результатам тканевой биопсии, либо жесткостной биопсии. Кому? Для чего? Это, на мой взгляд, должно стать обязательным тестом у пациентов, у которых выявляется либо ДНОВА метастатический гормонопозитивный рак молочной железы, либо прогрессирование после ранее проведенного формально-условно-радикального лечения по поводу раннего гормонопозитивного рака молочной железы. Но на этом ученые не останавливаются. Идут последующие исследования. Исследуется еще один селективный ПИК-3СЕЙ, ПИК-3-Альфа-ингибитор GDC0077. Уже в первой линии терапии ПИК-3СЕЙ, мутированного гормонопозитивного инстатического рака молочной железы. Интересные находки демонстрируются, связанные с тем, что экспрессия ПИК-3СЕЙ коррелирует с экспрессией ВИДЖФ и ангиогенезом, дает нам основания в дальнейшем изучить комбинацию ингибиторов ПИК-3СЕЙ с антиангиогенными препаратами. И вот буквально недавно в Nature вышла интересная статья, которая позволяет нам надеяться, что и для опухолей ЦНС возможно именно ПИК-3СЕЙ мутации станут той точкой преткновения, той точкой отсчета более эффективных вариантов лечения. Спасибо за внимание.